Ну так, решили за овощами съездить, на улице решила дождь пойти. В воскресенье в 1-2 часа, людей немного, почти все в масках. Не все, но почти в ноге. А так все люди по разметке вроде как соблюдают. Кассир выдает чек, и оплата происходит в терминалах. Самому кассиру ничего не оплачиваем. Вот он чек, сейчас по терминалу будем оплачивать. Такая не очень приятная штука, потому что да, здесь маска, нужно как раз напередать. Не все точки открыты. Мимо охраны сейчас прошли, они тоже без масок. Ну как, собственно, и половина людей. Вот так выглядит сам рынок. В общем, мы купили на рынке вот кссы, помидоры, кссы, кукурузу. Вот так вот. В общем, мы купили на рынке вот кссы, помидоры, кссы, кукурузу. Кссы, кукурузу. Немного аппетита. И взяли полкило на смолы. Машки должна выполнить. Но в Абхазии побезьянные питомники. Купили покорни побезьяну. Она была дико вкусная. Она всем понравилась. Мы же попали часами ели. На рынке она сейчас стоит 480 рублей за килограмм. Мы взяли полкило. Попробовать. Вспомнить уже ли мы ее точно на вкус. А я никогда не пробовала. А вот и будем сегодня отправить динестацию. Всем привет. Мы решили поехать за продуктами. Царицевский рынок. В Ашан мы не ездим. Так как там за последний год выросли цены в три раза. Теперь выгоднее покупать. И проще на рынке. Сегодня 10 мая. С 2020 года с димней резину мы так и не поменяли. Потому что ушли на самоизоляцию. С конца марта. Когда еще был немножко и снег. И до валют. Кустами там. Сейчас проезжаем мимо ресторана Ёрш. Куда мы часто заходим. Кушать вкусные камни. Вкусные камни. Сейчас он не работает. Потому что карантин. Все подзакрывали. Справа. Это царицынский парк. Будем сейчас проезжать. Кусочек его царицынского парка. Будем сейчас проезжать. Будем сейчас проезжать. Сейчас заедем в Ашан за авокадо. Воду мы там упаковками покупаем. Воду мы не пьем из-за этого из-под крана. Потому что там вода не очень хорошая в Москве. От нее потом зубы сыпятся. В основном лучше всего покупать воду в Москве покупную. Фильтры, которые в Москве продают, они не помогают. Потому что из-под крана жесткая вода. С хлоркой. Пить ее лучше вообще ее не пить. Угу. Натягивали тут эту ленточку. Вроде как ходить здесь нельзя. Бред, конечно. Все в Москве в масках ходят? Половина, я бы сказала. Потому что кто-то идет в маске, кто-то без. Идешь и думаешь, что ли ты дурак, то ли он дурак. И непонятно вообще. Вот здесь у нас возле банка два года назад. Или сколько это? В шестнадцатом году это было. Выбили заднее пассажирское стекло. Вытащили мою сумку с планшетом, паспортом. Там документы рабочие были. Кошелек. О, фурор валяется. Обалдеть. Как это вот так завалилось. Пихило. А мы едем в Ашан. За водой. После того, как раз у нас, когда украли сумку, вызвали ментов. Они приехали. Посмотрели. Сказали. Явиться вот сюда вот в УВД. Буквально где-то метров 300 от этого места. Записали у нас все показания. И в итоге нам в конце промурыжили нас 4 часа. Вот они винты стоят. И в итоге 4 часа нас промурыжили. И сказали, что сумку мы вашу искать не будем. Потому что украли ее ваши земляки со Ставропольского края. Вот идите типа и сами ищите. Я тогда вообще офигел. Когда это услышал. По мусорникам, по соседним тут по дворам не искали случайно? Да. Я тогда вообще обалдел. Вот и все, что нам сказали. Про писки московского у вас нет. Так что искать мы у вас ничего не будем. И все. Делайте, что хотите. Ну да, конечно, мы были молодые. И как бы побоялись, наверное. Так бы сейчас я бы ответил этому менту. Написали бы заявление на него. Послали бы его нахер с этого места. На улицу на машине нельзя выезжать без специального кода, QR-кода. Если ты выехал без него, то штраф приходит. 4 или 5 тысяч, я уже не помню. Штраф приходит. И нужно брать. В неделю только выдают два пропуска. И все. Вот машан. Сейчас спустимся в подземную парковку. Мы обычно подъезжаем ближе к входу. Чтобы далеко не ходить с тележкой. Так. Вот сюда встанем. Так. Вот сюда встанем. Вот сюда встанем. Ну вот мы надели маски. Вот такие вот у нас респираторы. Многоразовые. Обычно их маски в аптеках не продают. Обычные маски. А если где-то и редкость, если они где-то есть, то стоят очень дорого. Если раньше они стоили там по 2 рубля, то сейчас они где-то в районе 35-40 рублей. Одноразовая маска стоит. Ну вот такие купили в начале еще всей этой пандемии. Купили такие респираторы по 800 рублей один. Ну и в принципе его хватит надолго. Сейчас мы придем в Ашан и снимем цены. Какие цены в этом магазине. Посмотрите в принципе что за магазин. В Ашан Итих. Подписывайтесь на наш канал. В общем ваши вкусные сады! Пусть ги! Мнеement?? Я это за моему подарку. ..я нарисовования и назад жизненных и остались. Покали такhire. Я и в singer contractил документы. Продолжение следует... 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 Музыка 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 Ну вот, в принципе, мы все сняли. Сейчас направляемся уже домой. В общем-то, могу точно сказать, что овощи, фрукты лучше брать на рынке, они здесь дешевле, они здесь лучше по качеству, не мятые, не гнилые, бесплесеньные, как в магазине очень часто бывает. Вот, поэтому нам все-таки выгоднее лучше это брать на рынке, если есть такая возможность, вам тоже рекомендуем. Также во время карантина все равно можно приезжать на рынок, хоть они говорят, ходить в ближайшие магазины, но в ближайших магазинах цена очень дорогая. Вот возле нас стоит глен, перекресток, там цена в два раза дороже, то есть смысл переплачивать. Ну и овощи там отвратительно невкусные. Также подходила, как-то брала, а там просто лежат помидоры, огурцы уже с плесенью. Ну, пластмассовые, они все привозные. Да, еще вот от переносицы, конечно, тут красные отмазки остаются. Ну, в общем-то, и все. Спасибо за внимание. Вот женщина идет в перчаточках, в масочке. Молодец, мужчина тоже в маске. Правда, со спущенной маской. Ну, собственно, вот так все люди и относятся к этому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.